12 часов Кирове, программа «Дневной разворот» продолжается. Владимир Сметанин и Анна Лапшина. Ты знаешь, Анна, пока мы с тобой говорим о трагедиях на водоемах в нашем регионе, эти трагедии происходят. — Буквально час назад Главное управление МЧС по нашему региону сообщило о том, что сегодня, 12 июля, мужчина 1971 года рождения, то есть 50, 51, 52 года, утонул на реке Вятки в поселке Медведок, это Налинский район. — Там ветка широкая, если я помню. — Не знаю, что с этим делать. Напоминаю, что мы активно обсуждали эту тему в первом части «Разворот». — И сейчас еще немножко продолжим. — Да, поводом стало то, что и сами трагедии, да, эти дети тонут, школьники и временно исполняющие обязанности нашего региона. Призвал глав муниципалитетов активнее, намного активнее следить за тем, что происходит на водоемах. И сказал о том, что личную ответственность главы муниципалитетов могут нести. — Если продолжатся вот эти трагические случаи. — Владимир Костин с нами на связи, депутат Законодательного собрания Кировской области. Избран по Котельническому району Владимир Александрович, если я верно помню. Добрый день. — Добрый день. — Да, все верно. Вы же за Котельничий отвечаете. За Котельнический район. — Все верно. — Да, в Законодательном собрании. Да, здравствуйте. — Владимир, вопрос следующий. Мы уже тут в прошлом части разворота пока не могли до вас дозвониться. В целом немножко проблему начали обсуждать. То есть призыв правильный, наверное, к местным властям. Следить за порядком на веренной территории и обеспечить безопасность всех жителей района либо муниципалитета, которым ты руководишь. Но вот есть ли возможности для этого? — Призыв абсолютно правильный. Нет ничего оценнее, чем жизни людей, тем более жизни детей. А вот в части реализации вопросы. Не всегда главы из-за раздолбайства что-то не могут организовать. И вот опять же, если посмотреть на комментарий главы Котельнического района, который после разбора полетов был дан, он говорит, у нас нет ни одного места, которое мы бы для купания определили и разрешили. — Как? — Ввиду несоответствия требованиям Росприродной и Потребнадзора. — Потребнадзора. То есть пробы воды нехорошей. — Соответственно, для главы-то это на самом деле такое большое-большое спасение. Нет вопроса, нет проблемы. То есть не соответствует вода, нет разрешенного пляжа. Ну, значит, и слава богу. — А при этом надо понимать, Владимир, да? Те, кто не ездил в Котельнический район, просто надо сказать, что Котельнический район — это же Ивишкель, то есть это же Вятка. Вот она там, да? — Это Вятка, да. — На протяжении довольно продолжительного течения реки люди купаются, потому что там песчаные пляжи. — Это Вятка, и много рек, много озер, и прудов, кстати говоря, поэтому воды много, и в любом случае люди купаться будут. И самое максимальное, что могут сделать сейчас главы, это поставить табличку «Купание запрещено», и вроде бы как голова у них не болит. На мой взгляд, если уж вопросом заниматься и требовать глав, то им нужно, кроме полномочий, задать еще и ресурсы. Да, то есть, а вот что нужно для того, чтобы глава подготовил пляж? И сколько это стоит? Вот чем нужно, на мой взгляд, заниматься на подобных совещаниях, а не просто виноватым делать самую последнюю цепочку. Вернее, самое последнее звено в цепочке. — Да, Владимир, ну... — Вы имеете в виду областное финансирование прям как-то на эти вещи направленное? — Ну, опять же, отвечает муниципалитет, да, и вот глава района как раз и говорит, что у нас в муниципалитетах, и далее там по тексту, ну, то есть, опять же, район, говорит о том, что это вопрос муниципалитетов. Но логично, что муниципалитеты говорят, у нас денег нет, район дай. Район должен сказать, или где-то я изыскал, вот, пожалуйста, или у меня нет в таких возможностях область, помогайте. Просто сказать, что нам крайне важно заботиться о жизни и здоровье, это важно. Но кроме слов нужно еще и делом подкрепить. — А если не говорить про, ну, скажем так, оборудование, да, какое-то вложение, ну, в инфраструктуру, например, этих пляжей и, не знаю, там, ежегодное обследование. Если говорить просто про возможность, не знаю, там, волонтерского дежурства какого-то. Есть в районах, в муниципалитетах, не знаю, там, люди для этого. Ну, можно ли организовать патрули какие-то, не знаю, там, родительские патрули, патрули из сотрудников администрации и еще какие-то. — Все равно же, все равно же, вот, ну, нам Владимир Шабардин просто в прошлом часе говорил, что в каждом муниципалитете, неважно, там, поселок, это город какой-то, да, местные люди и власти в том числе, потому что они тоже здесь живут, они прекрасно знают, где, в каких местах обычно купаются массово. Ну, то есть там... — Конечно. — Ну, пожалуйста, сходите, сходите туда и просьбить дежурство. — Конечно, можно организовать и дежурство. Ну, полно можно, и наверняка где-то это работает. Но каждый год у нас, к сожалению, тонут люди. То есть очевидно, что и этих мер недостаточно. И профилактическую работу с родителями нужно организовывать. И опять же, о недопустимости купания в пьяном виде все время нужно говорить. Но люди все равно, вот, их натура такова. Мы все с вами были детьми, и всем нам летом очень хотелось купаться. — Ну, я приводила пример в прошлом части. Наверное, это не самый правильный пример. То есть не надо за мной повторять. — Не надо брать пример. Пример, с которого не надо брать пример, да. — Но мы в свое время, там, в нашем возрасте, когда мне было 13, 15, там, 16 лет, очень часто ездили с друзьями, там, большой компанией, либо с подружкой вдвоем на какие-то водоемы. Но это, понятно, это не были какие-то неисследованные места. Чаще всего это были пруды в окрестностях, там, садов. И в этот момент рядом там с нами, конечно, было большое количество взрослых, которые, даже учитывая, что не наши были там взрослые, а все равно за детьми, за всеми там они как-то присматривали. То есть смотрят за своими, смотрят за чужими в этот же момент, чтобы, не дай бог, чего-то не случилось. Там, если кто-то куда-то там поплыл на середину этого пруда, тут же кричат ему с берега «Мальчик, ты куда? Ну-ка, немедленно возвращайся». Или кто-то там за ним плывет и также его возвращает. Я не знаю, есть ли это сейчас. Наверняка, когда массовое место купания предполагает наличие взрослых, наверняка взрослые следят не только за своими детьми. Другое дело, опять же, мы возвращаемся к тому, что сколько у нас санкционированных-то мест для купания, которые элементарно соответствуют хоть каким-то минимальным требованиям. Да практически на пальцах можно пересчитать. Ну вот нам сегодня, нам озвучивали в первом части эту цифру, то есть количество официально разрешенных мест для купания в Кировской области меньше, чем количество районов. Даже не говорить про муниципалитеты. Можно предположить, что везде что-то есть, какой-то водоемчик, где купаются, но этот водоемчик, он запрещенный. То есть, по сути, там возле каждой лужи, извините за такое сравнение, возле каждой маленькой речушки, куда лезут купаться, должна стоять табличка «Купание запрещено», которая никого не останавливает. Тогда тоже надо понимать, а где разрешено, если я понимаю, что вот здесь купать. Это как дорогу переходить. Вот здесь запрещено, но где-то там условно через 50-100 метров должен быть пешеходный переход. А если нам везде запрещено купаться, ну очевидно же, что люди найдут возможность все равно летом в жару добраться до воды. Поэтому просто запрещать и требовать здесь, на мой взгляд, никакого эффекта не будет. Владимир, ну так может быть, как депутату представительного органа власти нашего региона выходить с законодательной инициативой и предусматривать определенное финансирование на оборудование пляжей в муниципалитетах, разрабатывать какую-то программу, что ли? Слушайте, а у нас вот ППМИ есть. Я не знаю, насколько это, конечно, вписывается в рамки проекта. Я не видела, чтобы было что-то подобное. Хотя там ведь вот есть такая сфера, как благоустройство, да? То есть, может быть, вот в эту сторону как-то посмотреть? Может быть, вот чем мы дам. На законодательном уровне, может быть, да. Вот то, о чем Владимир сказал, выйти с предложением по изменению бюджета, вот как раз поправки в бюджет будут рассматриваться 14 июля, да, предложение внесем. Но, опять же, это будет предложение, его сейчас оформить, ну даже содержательно не представляется возможным, по одной простой причине, а сколько денег-то надо, да? То есть, муниципалитет в любом случае, как тот орган, который отвечает, да, за организацию, должен, наверное, сказать, да, нам надо, нет, нам не надо. Глупо деньги закладывать в муниципалитет, в котором водоема-то нет вообще, да, на организацию окупания, там, не будут жеветь пруд или там ставить бассейн. Поэтому проработаем вопрос, предложение внесем, именно как предложение, пока без цифр. Ну, может быть, начать с какой-то, не знаю, непривязанной к действительности сумме, 50 миллионов рублей, и потом посмотреть, хватит этого или не хватит. 50 миллионов, я думаю, это слишком даже много. Ну, я понимаю, я отдаю себе отчет, да, что я с потолка беру. А вот в части ПМИ не всегда достаточно просто организовать, да, работу или там действие пляжа. Вот то же самое у нас с площадками происходит. Классно, вот поучаствовали в ППМИ, организовали что-то, тут же поставили, например, обычные, там, урны. Но если их не убирать и если не предусмотреть, например, либо наличие дворника, либо деньги на вывоз мусора, то очень быстро это все приходит в упадок, потому что завалили мусором, и с центра притяжения площадка может превратиться просто в помойку. Вот здесь такая же история. Просто предусмотреть деньги на ППМИ для организации пляжа, это не есть решение вопроса. Понятно. Спасибо, Владимир Костин с нами был на связи, депутат Законодательного собрания Кировской области, избранный по Котельническому району. Напоминаю, да, мы с Владимиром, наверное, запятую ставим в этом вопросе, судя по тому, что инициатива по изменениям каким-то, да, по дополнениям в бюджет будет, я так понимаю, озвучена. Ну и так или иначе, всем нам, да, на таком простом человеческом уровне желаем больше внимания, внимательности, осторожности при отдыхе на реках, озерах, прудах и так далее, потому что риск есть, угроза есть для каждого из нас, и для взрослых людей, и для детей. Ну, надеемся, что все-таки ситуация в ближайшее время изменится в лучшую сторону. Как-то бдительнее будем к этим вопросам относиться. Ну, а теперь переходим к другой теме. Как и анонсировали мы в первом части, накануне появилась информация о том, что в нашем регионе будет снят интернет-сериал, посвященный авиатским промыслам и ремеслам. Я уж не знаю, так это совпало, или это все звенья одной цепи, опять же, временно исполняющая обязанности губернатора нашего региона даже заявила о том, что нужны хорошие точки продаж. Александр Соколов генерирует повод. Да, в нашем аэропорту и на вокзале, в центральных частях наших городов должны быть брендовые места, где будут сосредоточены все художественные промыслы области, как для выставки, так и для продажи. Ну, давайте разбираться, что это будет. Да, Виктория Сибирякова с нами на связи, исполнительный продюсер студии кинофильмов «Формат». Именно студия «Формат» будет снимать этот сериал. 27 в нем будет серий, если верить тому, что сообщается в интернете. Виктория, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Все верно, 27 серий будет, да? Абсолютно верно. Это будут такие короткие, 10-минутные, до 10 минут серии, в которых каждый сможет увидеть, познакомиться с нашими уникальными промыслами вятскими. Ну, возможно, вы уже наверняка сказали, что это будет 9 маршрутов, где вятки было более 80, если, конечно, наши консультанты в студии имеются, они подтвердят более 80 промыслов и ремесел. Поэтому в первом сезоне, сразу хочу сказать, что мы отметим пока 13 промыслов. Да. Да. Вот я... А можем озвучить эти промыслы? Промыслы-то можем озвучить? Да, Виктория, смотрите, ну что-то вот... Понятно, что очевидное, мы вот с Владимиром перечисляли, дымковская игрушка, да, лозоплетение, соломка... Кружево. Кружево, матрешки. Кружево, кукарское кружево. Капокорий. Да, в Налинске... Вот смотрите, в Налинск мы поедем, и мы покажем матрешку с инкустацией соломки. То есть есть вятская матрешка, а есть налинская матрешка. То есть мы покажем разных матрешек. Поедем в Падосиновец, и там промысл очень уникальный, это плетение соснового корня. Поэтому вчера мы были в Тельмезе, и мы буквально вот, буквально вот только что вернулись, значит, нам мастера показали непосредственно, как готовятся изделия. Ну, лапоть это само собой, да, мы попали еще, застали фестиваль вязкого лаптя. И показали, мастера нам провели мастер-класс, и от начала даже заготовки непосредственно, как заготавливается материал для изготовления и из бересты, и из мочала. И, в общем, много различных интересных секретов мы узнали. Понятно. С съемочной группой. Белая холуница, это, видимо, ковка, да, по железу работа. Абсолютно верно, да. Яранск. Что в Яранске, что в Яранске? Мы познакомимся с уникальной мастерицей. Она деревня дворяне. А, дворянская игрушка. Она уже... Яранская игрушка, да. У нее своя методика, и она несколько лет уже, ну, много-много лет занимается вот такой, изготовлением такой яранской игрушки. Она от Кировской отличается, от Кировской, от Вятской, в смысле, от Дымковской, отличается тем, что роспись там такая в бело-синее такая, да, такая бело-голубая. Цветовая палитра немножко другая. Я смотрю, вы подготовились. А у нас просто один из наших ведущих, Владимир Сизов, книгу писал про дворянскую игрушку в свое время. Она у нас на полочке стоит. Вот, поэтому мы знаем. Так, далее по списку Кирова-Чепецк. Чем применчатель он будет в этом отношении? Ой, Кирова-Чепецк нас порадует, во-первых, не только фестивалем, традиционным фестивалем Ива Димна. И, конечно же, мы здесь покажем, как проходит сам фестиваль, как это вообще происходит. Это плетение из лозы, да? Абсолютно верно, да. То есть вот, Владимир, смотри, набирается. Ну и Киров устается из нашего списка. Киров, это, видимо, дымка будет снова, да? В Кирове дымка, вятская матрешка и капокорень. Изделие из капокорни. Здесь нам представят и само производство непосредственно. То есть, каким образом заготавливается, нам тоже расскажут. Смогут ли показать здесь очень технология, как вам может быть известно, это очень сложно. Она длительная по времени. Ну, вот само производство изделия, мы однозначно, мы будем присутствовать при этом сами. И наш ведущий из Никиградов, он попробует даже своими руками это все под руководством мастера все это проделать. А для каждой серии будет какой-то типичный сюжет, ну, то есть в кадре и сам мастер, и мастерица, он непосредственно готовит, одновременно рассказывает что-то про историю, про нюансы изготовления. Или каждая серия, она будет уникальна, с каким-то неповторимым сюжетом, с неповторимым замыслом? Ну, смотрите, друзья, на самом деле у нас задумка ведь, действительно, во главе угла, это будет сам мастер, промысел, и то, как Дмитрий будет взаимодействовать с этим мастером, познавать под руководством, под его руководством, пробовать изготовить это изделие. Но помимо того, что мы хотим рассказать о промысле, мы хотим показать и те места, где мы будем, в тех районах, где мы побываем, где живут мастера, где они творят. Мы хотим, с точки зрения привлекательности внутреннего туризма, мы, конечно, хотим показать яркие достопримечательности. А, то есть это такое автопутешествие получается, да? Автопутешествие, абсолютно верно. Приезжайте, знакомите с промыслом, который вот на этой территории существует, и параллельно еще показываете какие-то точки, какие-то локации по пути или прямо там, которые можно посмотреть туристу. Да, да. И достопримечательности, где можно переночевать. То есть как можно, мы уже едем на несколько дней, есть путешествия, вот у нас еще впереди будет как раз Яранск, Налинск, Советск, то есть, естественно, что в этих районах мы будем останавливаться на несколько дней, мы будем там ночевать, и, соответственно, конечно, мы не сможем обойти внимание и для автопутешественников, которые захотят посетить наш край, чтобы они смогли увидеть все, чем дышит наша вятка. Не только это будет промысел, да? Ну что, для 10-минутной серии столько всего вместить туда, боже мой, это как... 27 серий. 27 серий. А у вас 27, это в смысле по каждому промыслу вот из 13 будет 2 серии, или это... Не совсем так. То есть мы хотим все-таки по 9 маршрутов постараться таким образом сделать, чтобы это были серии как раз... Во-первых, это же мы в движении будем снимать, то есть как можно добраться. Мы покажем маршрут Киров-Налинск, например, Киров-Яранск. То есть каким образом, как мы добираемся, что по ходу мы встречаем, например, да, то есть что происходит с ведущим во время путешествия. То есть будут интересные какие-то локации, интересные красивые места, пейзажи, без чего мы не сможем... Мы, понимаете, мы этим проектом хотим показать всю глубину духовности, культуру нашей Вятки. То есть это не только промысел. Промысел, оно включает в тебя, это вот изделие, оно включает весь этот дух и культуру Вятки. Поэтому без красоты нашего края, без природных таких, без достопримечательностей, нам показалось, это будет не совсем полная картина. Ну, мало кто поедет просто матрешку смотреть, условно говоря, в Налинск, да? То есть если вы человека зазываете в Налинск что-то посмотреть, то вы, наверное, должны ему показать, где остановиться, что еще можно посмотреть. Ну, наверное, так. Ну, то есть если ты едешь мимо Налинска, например, проезжаешь, и у тебя есть интерес к промыслу, ты, конечно, можешь заехать. Но если ты едешь специально, ты должен понимать, зачем. Виктория... Ну да, подумайте о каких-то удобствах, да, ночлеги и так далее. Виктория, я так понимаю, вы сказали, что вчера вы были в Кельмезе, то есть сейчас съемки уже ведутся, а когда будет продукт, весь сериал будет готов? Когда представите, да, плоды работают. Или вы его как-то будете по сериям выкладывать, куда будете выкладывать, где можно будет посмотреть? Презентация проекта у нас состоится ближе к концу сентября, в следующем месяце. То есть сейчас июль и начало августа у нас идет плотно съемочный период, затем это уже монтаж. И в вентябре мы проведем презентацию этого проекта в кинотеатре, в одном из кинотеатров города. Мы пригласим всех участников, наших мастеров, тех, кто принимал участие в этом проекте. То есть мы хотим сделать такой праздник провести именно, и презентовать своего рода трейлер такой. То есть 20 серий мы, конечно, не сможем сразу продемонстрировать, продемонстрировать, это понятно, но трейлер, в который войдут самые эпичные, самые яркие моменты, да, то есть мы... Как снимался этот сериал? Мы все после популярных сериалов обычно это в конце идет. Ну, я думаю, тут не бесполезным будет, как это обычно бывает, и в процессе работы. Не как снимался? Да, в процессе работы тизеры, тизеры вот это выпускать, да, какие-то маленькие ролики, да, чтобы подогревать интерес. Ну, и сейчас бэкстейджи, горячие бэкстейджи мы уже выкладываем, то есть потихонечку по итогу наших таких съемок, самые яркие моменты бэкстейджи, мы уже выкладываем в сеть нашим партнерам тоже, то есть и на нашей страничке официальной контакте, студии формат, то есть можно уже посмотреть. А трейлер, он, это как бы визитная карточка проекта. То есть он, это не то, что как снимались, как проходили съемки, это именно вот презентация такая, визитка проекта, так говорить. Ну, а как говорится, широкая-то общественность здесь сможет видеть эти серии, непосредственно, где будут выложены, будет ли это открытый доступ или не очень открытый, что такое? Конечно, открытый, друзья, мы все это делаем для людей, для, наоборот, в целях его масштабности. Здесь подключились к нам наши партнеры и Центр развития туризма Кириллской области, естественно, что он основной, так скажем, наш информационный партнер и у нас и авторадио, и которые могут освещать то, что такой проект идет. А смотреть его можно будет на Рутубе. Все серии будут выложены непосредственно на Рутубе, я обращаю внимание. Ну и, конечно же, все наши партнеры информационные, которые я озвучила. У себя разместят. Министерство, да, Министерство культуры, Министерство образования. Ну и есть такой момент, что Министерство образования, наш сериал будет транслироваться, также будет показан непосредственно и школьникам, школах, так скажем, да. И, между прочим, уроки краеведения прекрасно можно проводить. Я думаю, что это будет таким учебным пособием своего рода, полезным. Потому что, собственно говоря, аудитория данного сериала как раз, она направлена на привлечение больше молодежи, и чтобы возник все-таки интерес к нашим рядским промыслам, чтобы это был именно живой организм, а не как музейный экспонат. Вот хотелось бы, чтобы он действительно был в нашей жизни и имел практическое применение. Да, мы говорим, 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 уже практически завершили, и не спросили Викторию о главном. А название-то у проекта какое? Сериал у нас называется «За промыслом». «За промыслом», понятно. И есть ли возрастное ограничение? Или вы пока еще не определили? Возрастного ограничения нет. Не будет. Понятно. Ну и плюс. Все, ждем тогда премьеры и ловим, смотрим пока отрывочки. Спасибо большое, Виктория Сибирякова, исполнительный продюсер студии кинофильмов «Формат». Студия снимает сейчас 27-ми серийный сериал авиатских промыслов. Приступила к съемкам, да. Сейчас продакшн-процесс, так называемый, надо путешествовать. И монтировать. Непосредственно общаться с мастерами, с мастерицами. Достопримечательности местные, да, виды непосредственные, маршруты. Ну, это большая такая работа, безусловно. Я просто сейчас задался мыслью, собственно, конечной этой целью все-таки что является? Вот явить сам по себе этот сериал, чтобы люди посмотрели, или чтобы действительно увеличить турпоток? Мне кажется, это взаимосвязь. Число проданных изделий народных промыслов. Я почему-то... Финансовую сторону тоже поднять. С точки зрения турпотока, ну вот сейчас Елена Данюшенкова к нам присоединится, руководитель Центра развития туризма Кировской области, скажет, права или нет. Мне кажется, что если мы говорим о развитии внутреннего туризма, то очень большим стопером является, ну, скажем так, отсутствие разработанного, проработанного маршрута. Не для автопутешественников, потому что автопутешественники люди самостоятельные и умеют разрабатывать маршруты. Переночевать могут в машине, на крайний случай. Для всех остальных, там, жителей Кирова, например, которые путешествовать хотели бы по области, но не очень понимают, как. То есть приехать на автовокзал, взять билет, на рейсовые автобусы уехать куда-то, это, наверное, ну, можно, но не все на это готовы. Ну, сейчас далеко не везде поедешь, то есть сможешь добраться на рейсовом автобусе, потому что мы прекрасно понимаем, что у нас с автобусным сообщением. Вот, а потом ты приедешь, ты не понимаешь в этот момент, ты приедешь, там будет открыто, например, этот магазин или это производство, куда ты сможешь сходить на экскурсию или еще что-то. Вот для этого, мне кажется, там, да, какие-то лайфхаки, которые уже кем-то опробованы, они будут очень полезны. Елена Данюшенко к нам присоединяется, руководитель Центра развития туризма Кировской области. Елена, здравствуйте, да. Здравствуйте. Добрый день. Знаю, что вы совместно, ну, в партнерстве, скажем так, со студией кинофильмов «Формат». Вот, скажите, ваша роль в этом какая? То есть вы им помогаете, как консультанты, или вы, напротив, там, потом их продукт будете использовать в своей работе? Вашу мы имеем в виду как руководителя Центра развития туризма. Ну, и Центра развития туризма в целом. Да, и в целом, да. Ну, смотрите, мы в любом случае работаем в качестве партнера, мы также совместно с ними подыскиваем локации тех людей, которых стоит включить в этот проект. Разговариваем про промысл. То есть, да, наша роль больше, конечно, такая методически-консультационная. И в дальнейшем мы надеемся, что мы сможем совместными усилиями тиражировать этот проект, чтобы как можно больше народу, как можно больше жителей и гостей города познакомились с промыслами. Ирина, вы говорили вот в одном из новостей, да, про этот сериал, вы говорили о том, что будут еще молодые дизайнеры из Кирова, студенты профильных вузов, которые совместно с мастерами будут разрабатывать какие-то творческие решения внедрения вот этих промыслов в современную нашу жизнь. Ну, смотрите, у нас в любом случае, в любом промысле мы сталкиваемся с нашей точки зрения еще с таким понятием, как туристический сувенир, вот. И зачастую любой турист, приезжая на территорию региона, хочет приобрести какой-то туристический сувенир, чтобы у него были некие отложенные эмоции. Здесь как раз вот на помощь приходят мастера декоративно-предкладного искусства, дизайнеры, которые могут за счет трансформации узнаваемых промыслов создавать некие такие вещи, которые будут полезны в быту, которые будут функциональны, которые могут стать вот этим самым сувениром, но при этом за счет этого они будут популяризировать там ту же Дымковскую игрушку, хукарское кружево. Человек посмотрел на эти круги на сувенире, там на костюме еще где-то и подумал, может быть, не узнать об этом. Ну вот как можно, например, трансформировать лапти, сплетенные из береста? Я понимаю, что можно по прямому изначению их использовать. Нет, я, например, вижу декоративные какие-то функции. Смотрите, есть различные броши, есть серьги, то есть какие-то женские истории, браслеты. Поэтому я думаю, что тут полет фантазии дизайнеров, мастеров, он может быть не ограничен, поэтому я думаю, что как раз можно всегда найти ту форму, в которой можно применить тот или иной промысел. Вот это будет, собственно, и задача дизайнеров, представителей, да? Да. Представителей вуза. Ну вот у меня сразу почему-то на ум приходят предметы кухонной утвари. Хозяйки, женщины, я так понимаю, периодически любят что-то подкупать, докупать какие-то фишечки, чтобы можно было удобно размещать сыпучие какие-то продукты, да, чтобы при готовке было более комфортно это все делать. Раньше это были керамические такие, были раньше, не знаю, баночки, да, в которых держали это все сейчас. Ну я знаю, очень многие любят какие-нибудь плетеные хлебницы, например, да, вот из соломки, да, вот эти все баночки, вазочки и так далее. Корзинки там под что-то на столе. Это, кстати, рекомендация, видимо, тут больше надо затачивать это все под женскую аудиторию, потому что женское сердце, оно откликается как-то активнее на это, ой, надо купить, надо купить. Надо сделать. Да, ну это так, одно из соображений, да. В дальнейшем, когда эти первые серии этого веб-сериала появятся, на сайте Центра развития и туризма тоже, наверное, будет посмотреть, да, это все? Я думаю, что мы будем это уже обновлять, эту возможность с нашими партнерами, потому что там будет вопрос, там, авторских прав и так далее. Но я думаю, что мы будем решать те задачи, которые поставлены, задачи популяризации, и, соответственно, искать те каналы, которые будут наиболее эффективны для того, чтобы как можно больше людей узнало об этом сериале и смогло его посмотреть. Хорошо, спасибо. Это была Елена Данюшенкова, руководитель Центра развития туризма Кировской области. Говорим мы, напоминаю, об интернет-сериале под названием «За промыслом». Глобальная масштабная работа начинается уже прямо сейчас. Уже съемки идут на первом этапе, а мы выяснили, это первый этап, первый сезон, как это принято говорить. Съемочная группа посетит Кирово-Чапецк, Слободской, Советск, Налинск, Яранск, Подосиновец, Кельмесь, Белую Хлуницу и Киров. В кадре будут и сами мастера народных промыслов, и их изделия, и обстановка, в которой они работают. Видимо, частичка истории, вот этого всего антуража для того, чтобы все мы на это посмотрели. Ну и сам город, сама локация, что можно там посмотреть помимо промысла, зачем еще можно поехать. Мы сейчас убегаем на полминуты, вернемся и продолжим разговор. Продолжаем дневный разворот, точнее уже приближаемся к его завершению. Мы сейчас как раз в перерыве сами тут говорили о том, вот каждый из нас как относится к изделиям народных промыслов. Я думаю, что люди старшего поколения в первую очередь прекрасно помнят, как выглядят наши традиционные изделия. Дымковская игрушка, лапти, всевозможные плетеные вещи из соломки, плетение из лозы, вот эти столики, кресло-качалки. Я, честно говоря, давно не был ни в одной лавке, такой ни в одном магазинчике. Ты когда последний раз заглядывала, чтобы на все это посмотреть? Я обычно захожу, когда куда-то еду, чтобы купить какие-то подарки, привезти их, но учитывая, что был ковид и мало куда. И мы меньше перемещались. Мы выезжали и на какие-то мероприятия, и к каким-то людям мы не ездили, поэтому, конечно, нет. Я могу сказать, что, ну вот, я не знаю, сейчас Елена Кувшинова к нам присоединится, наверное, я надеюсь, звукорежиссер успеет. Но мы будем стараться набирать. Будем стараться набирать еще, да. Будем стараться набирать. Это представитель комитета по народным промыслам Вятской торгово-промышленной палаты, руководитель Организации народных промыслов Айзимонт, бренд Вятская корзина. Ну вот, продолжай. Или я продолжу. Да, я хотела просто сказать про то, что раньше, когда ты приходил в мебельный магазин, например, и там, где продавалась детская мебель, ты видел вот эти вот чудесные столики расписные. И в детских садиках они, я помню, были. И те дети, у которых не было таких столиков, они очень завидовали тем детям, у которых они были. Вот. Сейчас же детская мебель, ну, мы видим прекрасно, да, что в основном она вся из пластика. Это такие, наверное, удобные, очень легкие, легкие, не ломающиеся столы, которые легко протереть. Можно оттереть, там, не знаю, ацетоном, если ребенок измазал его фломастерами или еще чем-то, да. Ну, периодически его можно обрабатывать, отшкуривать каким-то заново, да, там, перекрашивать. Ну, то есть они более утилитарные, менее красивые какие-то такие. Не знаю, может, я ошибаюсь. Давайте общаться с Еленой Кувшиновой, еще раз повторю, представитель комитета по народным промыслам Вятской торгово-промышленной палаты, руководитель организации народных промыслов «Айземонт», бренд «Вятская корзина» Елена Львовна, приветствуем вас. Здравствуйте. Да, вот мы сейчас тут активно говорим, а что бы могло действительно вдохнуть новую жизнь в изделия наших традиционных народных промыслов. И мы с Владимиром вспоминаем детство свое. Да, совершенно справедливо заметила, что когда изделие народного промысла теряет практический смысл, Это не я, это, кстати, Елена Львовна мне вчера сказала. А, ну вот сейчас продолжим, да. И превращается в пылящийся на полке вот такой объект, который периодически оттуда достается для того, чтобы его, собственно, протереть от этой пыли. Вот это уже нехорошо. Все-таки практическая польза и практическое применение – это одно из главных, на наш взгляд, составляющих успешности вот этих всевозможных прекрасных вещей. Так-не-так? И очень была широко распространена и богородская игрушка, и многое другое. То, конечно, никому не нужно было вообще рассказывать и доказывать, и каким-то образом аргументировать ценности пользы. То есть эти предметы были неотъемлемой частью жизни человека. С развитием цифровой эпохи, с вхождением, условно говоря, в другую контекстную среду нашего общества, нашей цивилизации, эти предметы перешли, условно говоря, в некий такой формат сувенирной продукции, продукции для развлечения. И это несколько убивает исконную природу промысла, потому что промысел никогда не делает художество ради художества. Первая и самая главная функция предмета – это его практическое назначение. Поэтому все проекты направлены на то, чтобы рассказать, на то, чтобы показать, что остались, живут и работают вполне себе прекрасные предприятия у нас на Вятке. Предприятия художественной промышленности – это нормальные субъекты предпринимательства, в которых большие коллективы и достаточно серьезными объемами производится вполне себе современная продукция. Пример могу привести, допустим, вот корзиночный промысел, один из самых современных. Материал один и тот же, плотик и водикорастущий, коего много у нас на Вятке. Технология, как сто лет назад, все операции ручного труда сохранены, а изделия вполне современные. Идем в магазин в супермаркет, берем овощи из плетеного лоточка – это изделие нашего промысла. Идем в магазин, покупаем коляску-кроватки для куколки плетеную – это изделие промысла. Покупаем лежачок, плетеную из лозы для кошечки, для собачки – это изделие промысла. И многое-многое другое. Это все и до сих пор производится руками наших мастеров. Вы приходите в Москву, в крупный торговый центр «Ашан», вы видите нашу керамику, горшочки, сделанные вручную. Они прекрасно там продаются. Наши кировские, даже кирово-чапецкие, наверное. Да, вязкая керамика, да, конечно, конечно. То есть, понимаете, вот, чтобы не было у обывателя такого взгляда предвзятого, что при слове там «народные промысла» что-то такое архаичное, там, «матрёшка, промышка, лапки, частушка», вот для этого, собственно, и нужны такие проекты, как «За промыслом». Вот студия «Формат» очень интересный проект. Да-да, мы сейчас поговорили об этом. Они к вам приедут, насколько я понимаю. Да, мы их пригласили. У нас как раз в последние числа июля проходит огромный всероссийский фестиваль «Возоплетение». Мы собираем мастеров-корзинщиков со всей России. И они на глазах зрителей, жюри будут создавать свои шедевры. Но самое замечательное состоит в том, что потом все эти конкурсные работы, они останутся у нас в области. И они потом поступят в фонды местных музеев. И таким образом, если мы будем этот фестиваль проводить ежегодно, у нас есть все шансы стать столицей о заплетении России. Потому что аналогов в этом мероприятии нет. И в это же время как раз приезжает команда проекта «За промыслом». И они будут вживую общаться с мастерами, причем не только с фиатскими-корзинщиками, но они посмотрят, как отличается это дело в разных регионах. Поговорить, пообщаться, поснимать. И тогда нашим зрителям, нашим ребятам, молодым людям, жителям Кировской области, которые увидят этот проект в виде зеб-териала, им будет понятно, что и этим тоже можно гордиться. «Семорская игрушка», конечно, один из самых узнаваемых брендов Кировской области. Мы ведь далеко не единственные. Мы целая кладовая ренотио. Мы обладаем таким богатым потенциалом. У нас единственная в мире каповая шкатулка, промысел, аналогов которому нет. У нас до сих пор Налинская фабрика матрешек делает инкруктацию ржаной соломкой. В мире никто такого не делает. Погасиновский район славится плетением из соснового корня. Мало кто знает, это один из сложнейших и редчайших видов ремесла. Наша вятская керамика тоже имеет свои аутентичные особенности. А уж наша вятская корзина всем корзинам корзина. Она имеет такие характерные особенности, которые нет у корзин других регионов. И многое-многое другое. Стручивышевка, кружево, бурачный промысел, художественная обработка бересты. Это все вятка. И нам очень хочется, чтобы жители вятки знали, в первую очередь наши жители знали, чтобы они гордились, чтобы они любили это. Понимаете, гордились своим друзьям и знакомым. Потому что мы промыслом живем только тогда, когда вы нами пользуетесь. Вот когда мы у вас дома, когда мы у вас в ходу на руках, тогда мы живем. И у вас все хорошо. Только в этом случае. Да, Елена Львовна, у нас остается две минуты буквально. Хотела вас вот о чем спросить. Чуть побольше. Ребята, студия «Формат» говорят о том, что этот проект, он в том числе имеет такую туристическую, скажем, направленность. То есть людей привлекать в тот или иной район вместо дислокации промысла. Вот мастера предприятия готовы у себя туристов принимать, чтобы показать, как это работает? Или для вас это сложно? Не только показать, но и реализовать, собственно. Как дополнительный рынок сбыта. То есть тут у вас рабочий процесс, а тут, значит, какая-то тургруппа пришла и работать мешает. Я думаю, что очень многие готовы. Допустим, в Бринолинской фабрике матрешек давно существует музей. Это вообще принята практика по всей России. Все предприятия народных промыслов, они все обязательно делают либо комнату образцов, либо музейную комнату. И с радостью принимают туристические группы. Даже в Кирове есть шикарный зал Новоровского 52, где представлена продукция всех наших мастеров и мельцев Кировской области. Там проводятся роскошные мастер-классы. Любой желающий может в любое время просто прийти все это посмотреть в очередь. Не обязательно покупать. Просто придите, посмотрите. Вам увлекательно и образно об этом расскажут. Мы у себя в Кирово-Чепетске много лет назад. Нам администрация передала помещение бывшей тресарной мастерской. Мы сделали огромный выставочный зал. И там представлены и знаменитые российские промыслы, и все наши вятские. Мы принимаем группы, рассказываем, показываем, воочию интерактивные мастер-классы проводим. Это все есть. Я думаю, что вот такой проект, как «За промыслом», он скорее даже, может быть, подтолкнет тех промысловиков, у кого еще эта работа не налажена. Вот мы покажем, как ее можно сделать и как нужно ее делать. Это будет интересно и познавательно. И, конечно, туристы едут на вятку в основном за промыслами. Ну, кстати, надо, наверное, учитывать, что современная международная обстановка – это, наверное, в определенном роде плюс для промыслов. Это и внутренний туризм. Конечно, да, нам есть что предложить внутреннему туризму. Да, может быть, у нас не очень такая роскошная инфраструктура, да, мы же не можем похвастаться каким-то особенным благоустройством. Но у нас на территории живут и работают замечательные люди, которые покажут, расскажут, очень радушно, приветливо встретят. И я думаю, что никто не уедет отсюда разочарованный. Это уж точно. В общем, идеал, к которому мы стремимся, сейчас у меня стремимся, такой образ у меня рисуется, например, создается новая семья, да. Муж, жена, дети у них скоро пойдут, они переезжают в новую избу, им нужна вся эта утварь, безусловно, да. Они тут идут и к гончарам, и к тем, кто там готовит мебель и так далее и тому подобное. Вот, да? Вы знаете, вы как-то очень архаичное. Вот такой идеальный. Да, вот мне тоже показали, что это на сказку похожее. У нас, например, на фестиваль едут арт-директор и огромное количество дизайнеров от известного модельера Александра Васильева, которые работают с нами давно уже по проекту арт-истократии. И нам очень приятно, что из всей российской линейки народных промыслов, крупных фабрик, таких серьезных, мастицых, там, Жолстого и прочее, с именем, они едут к нам на вятку, они будут искать продукцию наших вятских умельцев, отовременивать ее и представлять на форуме «Креативная Россия» в Санкт-Петербурге осенью. Там будут Роснано, Росатом. То есть именно, чтобы способствовать продвижению и популяризации наших вятских промыслов. — Спасибо большое, Елена. Это шутка была от Владимира. — Почему бы нет? Вдруг пропадут все импортные товары. — Да, и придется пользоваться своим. — Владимир, модное сейчас такое словосочетание креативной индустрии. Вот мы это слово понимаем по-своему. Промысловики должны сотрудничать с молодыми и юными умами и создавать современный продукт, сохраняя технологию, сохраняя традиции, тем не менее делать его модным, стильным, привлекательным. — И у нас фестиваль набрали, в том числе и на это. — Спасибо большое. Нас сейчас выключат. Спасибо Елену Кувшинова, председатель комитета по народным промыслам, Вятская торгово-промышленная палата, руководитель организации народных промыслов «Азимут». Мы дневной разворот завершаем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова